Обзор событий за последнюю неделю января, как уже говорил, это новая у меня рубрика, я просто со своей точки зрения описываю, что для меня такие события наиболее были важными, и как я к ним отношусь. Якутского шамана Сашу Габышева, которого я много поддерживал, за которого я много клипов тут понаделал, опять посадили на психу. Почему его посадили? Потому что он опять призывает к походу на Москву, что-то там на белом коне он поедет. Саша предсказывает, что путинский режим в августе 2021 года падет. Как у нас челдоны сибирские говорят, его слова да бог в уши. Но есть вероятность падения режима, потому что прогнили реально, Европа вся против них уже протестует, и экономический кризис продолжается, вполне возможно. Семь полицейских, четыре ОМОНовца задержали Габышева. Была там что-то типа драки, там возбудят они дело по поводу драки. Видимо, как-то сопротивлялся то ли Саша, то ли его родственники. Дверь поломали, вот на фотографии, значит, собачка в дырку в двери смотрит. Эта собачка Саша, она как раз вот так вот в Якутии дела обстоят. Значит, они заявили, что он был у них на принудительном лечении же в 2020 году. С июля по декабрь он у них приходил, лекарства забирал, в середине декабря перестал у них забирать лекарства и заявил, что отказывается лечиться. Насколько я помню, его оформили все-таки не принудительное лечение, а все-таки добровольное. Я читал комментарии к этому юристу, что в принципе он не обязан у них таблетки эти самые брать. Ну и также они ковид постоянно ему, помню, клеят, что нарушают какие-то там правила по ковиду, вдруг у него там ковид, а он решил на Москву идти, будет там ковид заражать и прочий такой бред. Ну вроде как ковида не нашли, но на психу они его засадили. То есть явный беспредел, и явный беспредел почему? Потому что крупные протесты в Москве проходят. Все смеятся, в интернете все ржут, что, дескать, Путин шаман испугался. Я думаю, что он боится не магии Путин, а то, что там, когда Саша шел в последний раз, там очень много людей по дороге присоединилось, были уже крупные акции в Чите, в Лану-Де, мы так все смотрели, радовались. Там появилось много его спутников, была поддержка финансовая от людей. О чем это говорит? О том, что режим прогнил сильно, и что люди готовы на любое чудо надеяться, что какой-то хоть шаман может спасет от этого Путина. И многие люди явно в Сибири активно готовы были участвовать. Это все превратилось из акции одного человека, там не знаю, насколько адекватного, насколько там действительно это ему Бог сказал. Это превратилось действительно в акцию против режима, потому что люди поддержали. Иностранные СМИ тоже подключились с тех пор, они, конечно, повторы этого не хотят, и они, наверное, себя уже полбу бьют, что они это все разрешили, и почему они его вообще из Якутии выпустили. Если бы Путин себя чувствовал в безопасности, он бы просто действительно посмеялся, потому что, ну, это смешно в наше время, да, человек хочет какой-то обряд совершить, думает, что это на политику повлияет. А теперь они здоровы, в общем, человека на психе держат. Как я уже говорил, Саша совершенно не походит на псих, он там, допустим, в состоянии выживать был в тайге, то есть он явно адекватен, то что псих в тайге не выживет. И по всем речам Габашева, да, он какие-то религиозные убеждения имеет, может быть, странные, да, с нашей точки зрения, но они вполне разумные. То есть когда он переходит, допустим, к практическим вопросам, он говорит о них практически. Это здесь в том, что человек рационально мыслит, разделяет разные сферы, допустим, там, религиозную, практическую, вот, что как раз характерно для психически здоровых, а для психов не характерно. То есть психи на религиозной почве, они обычно не различают, допустим, религию там и реальность. А вот Габашев различает, поэтому я думаю, что не псих. И было много экспертиз по этому поводу в интернете, что не псих. Ну, может быть, у него как-то нервы там расшатаны, как у всех у нас в этой идиотской стране. Но не повод его держать на психе, а на психе держат именно потому, что боятся, что народ в прошлый раз поддержал, а теперь поддержат. Близкий к этому цирк происходит и в Москве, где соратников Навального задерживают по делу о нарушении санитарных норм. Брата его Олега, Любовь Соболь, известную, отправили под домашний арест непосредственно перед акциями 31 числа за нарушение социально-эпидемиологических правил. Значит, логика какая, что они призывают к митингам, а на митингах возможно заражение ковидом. Вот по каким основаниям у нас пытаются протест погасить, это просто в соцсетях постоянно ржут и всякие делают мемы по этому поводу. Ну, то есть, тут по логике власти получать 100 раз эпидемию, что вообще запрещено собираться, вообще запрещены любые митинги. Явно эпидемия у нас не отменяет действия Конституции и размах эпидемии, но явно не такой, чтобы запретить всем ходить в магазины. А почему тогда можно в магазины ходить, а почему нельзя на митинги? Тогда, если, допустим, любые скопления людей вызывают эпидемиологическую опасность, должны перекрывать улицы там. Ну, то есть, должны тогда все обычную деятельность людей также запретить в процессе, в который люди собираются. Митинг ничуть не опаснее любого... Ну, последний раз я в Москве был, там просто битком улицы, вот забиты людьми, которые постоянно идут практически рядом. И в крупных городах во всех так же. И чем это отличается от митинга, совершенно непонятно, почему митинг вызывает опасность заражения, а простое движение толпы на улице не вызывает. В общем, 20 лет путинизма, это 20 лет какого-то бреда, они постоянно такую ахинею несут, когда хотят что-то опять запретить, когда вот явно нужно, чтобы люди не мешали воровать. Вот постоянно такая херня. И на низовом уровне, и на центральном уровне. На центральном уровне постоянно очередные нарушения прав человека, а правду какой-то ахинеи. Скорее всего, они намерены демонстрируют, что мы по любой причине запретим, которое нам в голову взбредет. А на низовом уровне так же, вот допустим, что-то воруют, там, не знаю, как в 90-е, вот тащат с завода, я сторожем был. И придут хоть какую-то херню тебе, любую херню будут тебе нести, вот сторожу, да, чтобы ты на них внимание обратил, на их херню, они бы с завода вынесли. Вот это мне так вот напоминает все вот это. Просто заговаривают зубы какой-то чушью, а на самом деле что, посадили всех активистов Навального, почему-то еще и Марию Алехину испустирает, видимо, потому что ее всегда надо садить, тоже она, значит, вызывает эпидемиологическую опасность и так далее. Тоже всех там за компанию арестовали. По поводу акций 31 января, я в прошлом клипе на в основном ошибся, сказал 50 тысяч. 50 тысяч это цифра по Москве, на самом деле по России 500 тысяч где-то. Ну, поскольку у меня информация из блогов, я могу ошибочно говорить, потому что я читаю то, что блогеры пишут 50 тысяч, а они, оказывается, обсуждали Москву, а не всю Россию. По России полмиллиона вышло, это хорошо так, но это неделю назад. К 31 января менты сильно готовились, по всем лежала, по всем соцсетям вот эта карта Москвы ментами перекрытой, то есть там запрещено по всему центру практически двигаться, усилили они, значит, все подразделения, чтобы повтора этого не было, то есть даже 50 тысяч в Москве их нехило так напугали. 31 января Роскомнадзор заявил, что за публикацией с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов будут карать за сообщения о якобы имевших место фактах насилия и столкновениях, то есть нельзя говорить, что много народу на митинг пришло, нельзя говорить, что менты там народ били. Все, Роскомнадзор там будет все страшно, страшные меры принимать. Ну вот вчера было, фактически сегодня было, это я ночью снимаю, непонятно сколько там было, мне по репортам в соцсетях мне показалось, что поменьше, но численности еще пока нет. Нет сведения о численности, ну и постоянные сведения о драках, в Питере, говорят, большая драка была полиция. Вот когда, значит, хоть как-то сопротивляются эти протестующие, то там страшно воют все вот эти, ах, там, сталинизм, ах, кого-то там обругали, кого-то там как-то так назвали в соцсетях, кто Путина поддерживает. А то, что полиция народ дубинками месит, это как бы вот так нормально у нас. Продолжаются протесты Европы, и это хорошо, потому что я думаю, что с Европой он больше считается, а нас он просто будет бить и дальше дубинками по башке. Действия российских властей несовместимы с уважением основных политических свобод, европейские политические деятели заявляют, большая семерка, из которой Путина исключили, то есть основные и самые крупные страны мира тоже потребовали освободить Навального, освободить всех этих задержанных тысячамерных демонстрантов, журналистов и так далее. То есть это все хорошо, что, по крайней мере, протесты в Европе это все вызывают. Запрет матов в интернете, значит, ну как я и предсказывал, Путин будет идти по пути ужесточения. Они со временем, если акции эти продолжатся, они могут запретить YouTube, запретить Facebook и так далее в России. Принят закон, больше у нас в интернете обсуждают запрет матов, на самом деле закон комплексный, он требует, чтобы администрация социальных сетей самостоятельно блокировала все посты с незаконным контентом, куда они подшили действительно незаконный контент, допустим, порнографию с несовершеннолетними, или там, допустим, данные о наркотиках, как готовить способы совершения самоубийства, а также подключили и все, что они захотели. В частности, они запретили так называемую нецензурную брань, как у меня уже отдельный клип есть, никаких оснований, ну слова и слова, никаких оснований не запрещать, какие-то слова нет. Просто потому что у нас власти решили, что слова какие-то неправильные. Вот, и кроме того, самое главное, для них, видимо, не маты, вот для, у нас-то пользователи интернета все на маты отреагировали и обсуждают, как так. Как так. Без этого мы же не говорим ничего. А на самом деле там главный пункт, это что администрация соцсети должна находить и удалять информацию, которая содержит оскорбление органов власти и государственных символов страны, призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях протеста. Ну, за оскорбление органов власти они любое негативное отношение к органам власти могут выдавать, да. Участие в несогласованных акциях понятно, что они никогда эти акции не согласуют, то есть участие в любых акциях реального протеста и так далее. В случае сомнений может сам Роскомнадзор вмешиваться. То есть это комплексно, они просто, в общем, самое главное в этом законе, это что политическую любую активность они хотят в соцсетях прекратить. А как бы уже паровозом они включили и мат. Но все равно все будут материться, это просто, это лишний повод кого-то прессануть, что вот ты, допустим, там ругал Путина и еще и матерился. Все, короче, комплексно тебе теперь. И за то, что матерился, и за то, что Путина ругал, они тебе накатают побольше санкций. Ну, штрафов в основном. Ну, да, не тебе, это пока что все к соцсетям относится. То есть это обязаны соцсети все делать, блокировать. И соцсети будут штрафовать, нас не будут штрафовать по вот этому закону о соцсетях. И таким образом это относится к российским соцсетям ВК, в котором и так не любит оппозиция ЖЖ, скорее всего, тоже все это дело подпишет, потому что они и раньше сотрудничали с властями. И с ЖЖ оппозиция вся перебежала уже, потому что с властями сотрудничают. Я не думаю, что фейсбук американский под них прогнется, ютуб вряд ли про них прогнется, диск, дискорд под них не прогнется. Американские ресурсы под них вряд ли прогнутся. Если прогнутся, я не знаю, позор им, позор, позор, пока они вроде не прогибались. И, возможно, они их у нас в России заблокируют. Но как заблокируют? У нас пол интернета заблокировано, все все равно ходят, смотрят интернет. Еще дело в следующем. Это санкции на соцсеть, но действуют, продолжают положение, допустим, административного кодекса нашего, что за нецензурную брань в общественных местах могут штрафануть. Есть статья оскорбления ОК РФ. Они могут отдельных лиц все равно притягивать, но это сложнее. То есть в соцсети заблокировать гораздо проще, чем устроить уголовное дело по статье оскорбления. Хотя они, если надо, если какого-то там статусного полицейского кто-то там обматерит, они сделают тебе уголовное дело по статье оскорбления без проблем. Вот, то есть итоги всего этого, итоги недели. Протесты продолжаются, и это хорошо. И власть приступила к репрессиям в своем обычном стиле. То есть совершенно беззаконным, наглым и так далее. Потому что она у нас так может. В Европе она так не может никогда сделать. А у нас она может именно так. У нас она может религиозного деятеля оппозиционного в психушке год держать. У нас она может организаторов митингов задержать почему-то за то, что они эпидемию якобы организовывают. Запретить нормальные русские слова в интернете, которые в языке 2000 лет, индоевропейские вообще и так далее. Вот это все они у нас могут демонстрировать, так сказать, тестостерон, мускулы власть демонстрирует, что она может. Ну, посмотрим, чем это все закончится.